Здравствуйте, ребята! Сегодня мы рисуем кактус. Наверное, у каждого в доме бывает такое растение, кактус. Оно и очень интересное. Это растение бывает разных видов. И мы с тобой нарисуем кактус на нашем рисунке. Для этого давай возьмем карандаш и нарисуем сначала горшочек для кактуса. Снизу листа отступаем немного вверх, ну так, достаточно много вверх отступаем и рисуем прямую линию, длинную линию прямую. Теперь отступаем от этой линии вниз и рисуем еще одну такую же линию. И концы этих двух линий соединяем дугой. Теперь нам нужно одинаково с обоих сторон отступить от края, например, здесь и здесь, и нарисовать наискосок горшочек. Вот до самого низа. Вот такой будет горшочек. Здесь могут быть дуга, а может быть более прямое завершение. Мне не хочется слишком дугу делать. Сделаю дугу такую поменьше. Вот так. И горшочек пошире нарисую. Вот так. Чтобы он не был очень узенький. Если у тебя получился горшочек очень узенький, ты тоже можешь поправить рисунок. Вот такой горшочек у меня. Хорошо. Кактус. Мы будем рисовать такой кактус такими кружочками. Смотри, я рисую большой. Вот такой кружок. Выглядывает из горшочка. От этого кружочка вбок, вверх вернее, мы рисуем кружочек поменьше. Вот такой. На этом кружочке распустился цветочек. Мы рисуем такую дугу и подрисовываем треугольнички такие, листики, цветочек. От этого же большого круга вбок еще мы рисуем кружочек, который сидит на этом большом кругу. На нем еще меньше, а на этом еще меньше. На верхнем тоже распустился маленький цветочек. И на этом тоже распустился маленький цветочек. Вот такой кактус. Карандашик откладываем и будем раскрашивать сначала фон. Фон мы можем выбрать любой цвет, кроме зеленого. Любой цвет, кроме зеленого. Мы можем этим раскрасить фон. Ну, я, например, возьму... А какой бы взять цвет для фона? Я возьму желтый. Ты выбирай любой, какой хочешь. И начинаю раскрашивать прямо из баночки. Беру цвет никакой, не смешиваю, не смешиваю в палитре. Просто раскрашиваю тем цветом, какой выбрала. Тебе можно выбрать любой цвет для фона, какой тебе хочется. А почему нельзя зеленый? Потому что зеленый сам кактус будет. Вот так. 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 раскрашиваем он весь хорошо растираем красочку а у меня фон готов выбираем цвет для горшочка он тоже может быть совершенно любого цвета мой горшочек будет оранжевым сначала мы закрашиваем вот эту верхнюю часть горшочка а потом нижнюю а промываем кисточку зеленым закрашиваем кактус лучше брать если тебя не один зеленый а 2 бери темно-зеленый цвет для кактуса и хорошо растирай красочку цветочки не закрашивай зеленым цветочки будут другого цвета чтобы кактус получался гладенький нужно проводить сначала по линии кисточку вести по линии карандаша то есть вот как идет карандашик мы так и ведем кисточку по карандашику а потом уже внутри закрашиваем тоненькой кисточкой закрасим цветочки цветочки могут у картоса быть белые розовые поэтому либо ты белой красочкой закрашиваешь либо розовый я предпочту розовый цвет для этого я в палитру накладываю 5 раз белую тоненькой кисточкой 1 2 3 4 5 кисть промываем и берем красный цвет или если у тебя есть ярко-розовый можно взять розовый и зак и смешать с белой у меня получился вот такой красивый розовый цвет этим розовым цветом аккуратненько кончиком кисточки закрашиваем цветы на кактусе всем так отлично дальше нам нужно сделать тень на кактусе для этого в палитре мы будем зеленую смешивать немножко с черной или фиолетовой я беру зеленую в чистую палитру накладываю три раза 1 2 3 промываю кисть и добавляю в этот зеленый один раз черную чтобы у меня получился еще темнее зеленый если ты видишь что твой зеленый еще недостаточно темный то можешь добавить еще немножко у меня получился темно-темно зеленый и вот толстой кисточкой я беру и сбоку обвожу вот так вот рисую на кактусе вот такую линию сбоку делать это нужно на всех от росточках кактуса то есть я беру и рисую эту темную линию на всех вот так вот сбоку если тебе трудно это сделать толстой кисточкой можешь это сделать тоненькой потому что особенно на маленьких как тусятах верхних там линия должна быть тонкая поэтому может быть лучше даже сделать и тоненькой кисточкой хорошо теперь нам нужно также сделать тень на горшочке для этого мы берем ну и какой цвет у какого цвета у тебя горшочек тот цвет и кладем три раза в чистую палитру один два три если у тебя оранжевый значит накладываешь оранжевый если у тебя горшочек коричневый значит накладываешь коричневый если тебя горшочек синий значит накладываешь синий три раза у меня оранжевый поэтому я положила оранжевую краску промываем кисть и добавляем в этот цвет немного черный один раз перемешиваем у нас получился вот какой-то там у меня вот коричневый получился нам нужно нарисовать тень на горшочке сначала я просто обвожу под вот этой верхней частью рисую просто полосочку вот такую а здесь сбоку нажимаю на кисть и виду вот так вниз прямо промываем кисточку вот такой у нас такая тень если что-то не получилось ровно можно подровнять тоненькой кисточкой нам осталось красками сделать вот что на кактусе иголочки это очень маленькие белые точечки издалека кажутся как белые точечки поэтому я беру тонкую кисточку набираю белую красочку и знаешь вот так вот держим вертикально кисточку и стараемся сделать как можно меньше эти точечки но и должно быть много на кактусе зеленом вот такие делаем точечки на кактусе желательно чтобы они были яркими то есть это не вода а именно красочка кончилось еще значит берем и делаем на остальных кактус как кактусах маленькие белые точечки это на кактусе это иголочки но издалека они кажутся маленькими белыми точечками не черточками а точечками стараясь это сделать как можно аккуратнее после того как рисунок у тебя подсохнет его можно доработать фломастерами например мы берем зеленый и подрисовываем иголочки по краюшку кактуса такие вот черточки делаем на самом кактусе их как бы не видно а вот по краю мы показываем что он все-таки колючий этот кактус поэтому мы как бы галочками такими 2 рядышком рисуем смотри одна черточка вторая черточка одна черточка вторая черточка где-то может быть будет три черточки такие немножко не совсем чтобы они были одинаковые чтобы в разные стороны эти колючки были а на самом кактусе колючки эти могут быть не знать зеленый там наверное будет не видно попробуй если будет видно зеленым я не уверена что там будет видно вот там где вот эти беленькие точечки где-то можно между ними еще сделать зелененькие черточки цветочки обведем или розовым фломастером или красным каким-то фломастером можно обвести сами цветочки горшочек обведем любым цветом можно обвести его вот так на горшочке можно нарисовать узор так одевая наш на местную Продолжение следует... Придумай узор сам. Также можно какой-то узор пустить по фону. Только рисовать нужно обязательно по сухому. Если у тебя еще не высохло, нужно дождаться, когда все высохнет. Узор должен быть ненавязчивым, чтобы его не было слишком-слишком видно. Я поэтому взяла такой вот фломастер желтый. У меня фон желтый, я взяла фломастер желтый. Но он будет виден, потому что фломастер темнее, чем тот желтый, который на моем фоне. И так же узор должен повторяться. Что ты рисуешь по фону, этот рисунок должен повторяться. Например, если я рисую колечки, то эти колечки должны быть по всему фону одинаковые. Если это какие-то звездочки, или если это какие-то другие элементы, они должны повторяться по всему фону. Потому что это орнамент. Вот такие колечки будут. И еще. И еще. И еще я сделаю какой-нибудь какие-нибудь точечки зелененькие. Они должны быть одинакового размера. и церковь Продолжение следует... Продолжение следует... Думаю, что достаточно узора, который я нарисовала. Вот такой получился кактус. Обязательно присылай фотографии твоего кактуса. Посмотрим, что там вышло у тебя. А сейчас пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!